Добрый день всем, кто нас слушает на территории США И доброе время суток всем, кто слушает за пределами США В том числе в Узбекистане Как мы знаем, эфир транслируется через социальные сети Уважаемые слушатели, сегодня мы с вами общаемся виртуально на волне 93.6 FM 96.3 FM HD3 96.3 FM HD3 формат За это выражаю слова глубочайшей признательности нашему хорошему другу От имени генерального консульства Табека Махкамова Актеру, ведущему, просто хорошему человеку, а также его творческому коллективу Спасибо большое Спасибо, сегодня у нас Наш главный редактор Андрей Чикатаев Всем добрый день Сегодня у нас будет очень интересный и информативный эфир В предстоящие два часа мы будем предметно затрагивать вопросы гражданства Узбекистана Это отказ от гражданства, это утрата гражданства Узбекистана Это разные вещи, надо будет разъяснить это обязательно Да, это детально мы все это остановимся на этом Небольшое объявление о переезде генерального консульства на новый офис Да А также ответим на такие вопросы, как получить загранпаспорт, как встать на консульский учет Что делать после принятия американского гражданства гражданам Узбекистана Какие дальнейшие действия граждан Узбекистана, в семье которых родились дети, которые хотят выехать в Узбекистан Как не утратить гражданство Узбекистана гражданам Узбекистана, которые долгое время пребывают на территории США Как пользоваться сайтом интерактивных консульских услугов, это нововведение наше Как получить визу в Узбекистан за два дня, за 20 долларов, это мы тоже остановимся Для американцев и для иностранцев, да? Для иностранцев А также безвизовые поездки в Узбекистан для детей до 16-летнего возраста, мы это тоже обсудим И очень много других интересных вопросов, оставайтесь с нами, будет очень интересно и информативно Скажите, пожалуйста, Формальки, прежде чем вы будете отвечать на вопросы В трех словах и, знаете, таким простым-простым-простым языком Кто такой консул, зачем он нужен для тех граждан, которые проживают вне своей страны? Вот буквально очень простым языком Консул существует для того, чтобы защищать законные права граждан своей страны, которые пребывают в консульском округе Консульство Узбекистана в Нью-Йорке особенно создано не для того, чтобы создать на территории США рая для граждан Узбекистана А для того, чтобы жизнь граждан Узбекистана на территории США не стала ада Интересный подход Скажите, пожалуйста, на каких территориях, каких стран вы не создаете этот ад? То есть не только Америка, если не ошибаюсь, то это страны, я так понимаю, Центральной, Южной Америки То есть Латинская Америка, это получается все 11 стран, начиная от Эквадора и заканчивая Колумбией Так, и какие еще страны? Только страны Америки Страны Северной и Южной Америки, скажем так, да? Да, Центральной Америки Центральной Америки Окей, если не ошибаюсь, недавно буквально Канада перешла под юрисдикцию нашего посольства, которое расположено в Вашингтоне Да Окей, спасибо Буквально И плюс Бразилия и Куба Бразилия и Куба, они относятся к? К Вашингтонскому конскому округу Ага, окей, отлично Итак, мы теперь поняли, чем занимается консульство На каких территориях его юрисдикция распространяется, я имею в виду того самого консула, который у нас сегодня в студии, как Роман Далимов То есть он не может отвечать, скажем так, на вопросы, скажем, граждан, которые живут в Австралии, я так понимаю? В общем, можно отвечать А, можете? Да В принципе, можете, а, окей, уважаемые соотечественники, которые находятся на территории Австралии, вы также можете нам позвонить или написать, или просто скачать наше приложение и задать свои вопросы Если помните, в прошлый эфир нам дозвонилась женщина из Крыма Да, да, я помню, полчаса мы разговаривали с ней, я помню, да Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что если вы скачаете наше приложение радиорусской рекламы, то прямо там напрямую вы можете связаться либо по телефону, либо через смс, а у нас уже звонок в студию, пожалуйста Алло Да Алло, здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Алло Да, да Меня зовут Жора, я бы хотел узнать насчет визы, почему нет безвизовый с Узбекистаном у нас, потому что я тоже урожен из Узбекистана Окей, то есть у вас вопрос в чем? В том, что почему не безвизовый режим между Соединенными Штатами Америки и Узбекистаном? Да, почему нет безвизовый, да Потому что во всех государствах я не имею права в Узбекистан и в Россию нет, я не знаю почему, он может ли наоборот? Окей, пожалуйста Я не очень понял, но, наверное, он имеет в виду, почему граждане США не могут заезжать в Узбекистан без визы Без визы, да? Хотя он родился в Узбекистане Несмотря на то, что безвизовый режим не действует для граждан США, но для них очень удобная процедура получения визы в электронном формате За 20 долларов, не выходя из дома, можете заполнить анкету в специальном веб-сайте Какой веб-сайт? Веб-сайт называется e-visa.gov.uz Процесс рассмотрения визы составляет два рабочих дня, иногда это составляет один рабочий день И за 20 долларов вы можете получить визу, сидя дома, никуда не выезжая, не посещая никаких консульств или посольств Через два рабочих дня вам поступает на e-mail подтверждение Это в формате А4, вы можете его распечатать или же сохранить к себе на телефон или на другие устройства Просто показать его при пересечении государственной границы Узбекистана Там есть QR-код для сканирования на границе И эта виза позволяет вам пребывать на территории Узбекистана до 30 дней Очень удобно, но в ближайшем будущем мы это тоже не можем отрицать, что будет безвизовый порядок для граждан США Потому что, как мы уже сказали, многие страны есть в Узбекистан без виза, весь Европейский союз, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии Это Сингапур, Малайзия, Китай, Индонезия, Корея, Израиля, Израиль И вот Мексика, Канада, Перу, очень много стран Это весь список есть на нашем описании веб-сайте Окей, а можно повторить, пожалуйста, еще раз веб-сайт, где нужно заполнить вот эту анкету, чтобы получить за 20 долларов визу на 30 дней? И-виза, это электронная виза Электронная виза, да, ага Точка, government, как, gov, 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 use Спасибо большое Просто, наверное, человек, который нам позвонил, он, наверное, смотрит новости, связанные с Узбекистаном Помните, когда наш президент поехал во Францию, за день до этого был отменен визовый режим для французов Когда он поехал в Германию, визовый режим был отменен для немцев Он побывал здесь, но почему-то этого не произошло, видимо, поэтому этот вопрос и возник Окей, хорошо, итак, у нас еще один звонок Да Да Здравствуйте Алло Да, да, говорите, вы в эфире Я думаю, человек не звонил себе, ничего страшного Итак, мы читаем ваши смски Абонент 9760 спрашивает вопрос к консулу Узбекистану Кахрамон Далимову Когда начнете делать загранпаспорта в консульстве Нью-Йорка? Потому что в министерстве юстиции от 30 января 2020 года уже подтверждено то, что консульства должны выдавать загранпаспорта И каков срок получения? Пожалуйста Если точнее сказать, это постановление кабинета министров республики Узбекистан от 30 января 2020 года, номер 49 Это порядок оформления документов, заграничных паспортов для граждан Узбекистана, в том числе и в загранучреждениях, и в том числе в нашем генконсульстве Но есть моменты, которые нужно подготовить Поэтому вопрос оформления паспортов находится в продвинутой стадии И проводятся последние приготовительные работы Это некоторые установки оборудования, тестовые дела И вопрос оформления заграничных паспортов или других документов на территорию Узбекистана и на территории иностранного государства Они различаются, здесь есть некоторые сложные моменты Нужно защитить личную информацию, которую они предоставляют посольство или консульство Чтобы никто не овладел этими документами, этими сведениями Поэтому у нас чуть-чуть другие требования к безопасности И это требует некоторое время Но мы планируем в ближайшие недели запустить эту систему Если в тестовом режиме это пройдет, то хорошо Всем будем оформлять Смотрите, подготовительная стадия, приближаемся А постановление вышло 30 января, ну когда примерно? Сегодня уже, слава богу, 7 февраля, примерно До конца месяца будет? Я это точно не могу сказать, потому что это зависит от тестов Если вы сейчас у нас фотографируете Документы могут как-то по-другому дойти до Узбекистана Могут быть браки, все такое Поэтому мы это все тестируем Я думаю, это все решается до того, как постановление выходит Ну хорошо, видимо, по-разному Постановлению указано порядок оформления документов Постановление вышло 30 января Января Да И подготовительная работа начинается после того, как выходит порядок Окей, я понял вас Хорошо Ну, надеемся, что подготовительный и тестовый период пройдет Будет длиться не месяцами, а все-таки побыстрее, потому что У нас это очень серьезный вопрос Это очень серьезный вопрос Да, люди давно уже ждут Да Примерно Если у кого-то имеются паспорта Ну, у всех разные причины получить заграничные паспорта Если будут детальные вопросы, я им подскажу, как поступить Получать заграничные паспорта для тех, кто хочет выехать в какие-то страны Да Нет необходимости Если у них на руках есть биометрические паспорта, непросроченные паспорта Угу Даже если стики разрешительной записи для выезда Это простонародный называется аверовский стикер Если у него прост истек Он может посещать страны дальнего зарубежья Например, он хочет выехать в Канаду Какие страны он не может посещать с этим биопаспортом? Это Он может посещать любые страны Но если он, наши граждане поедут в страны СНГ Это вот Да, страны СНГ мы знаем, Россия, Беларусь Да Вот эти страны Они попросят его в вежливой форме выехать в Узбекистан Обратно в США и они его не пустят Угу, окей Значит, а не пустят, да Если даже как-то выйдет, то там уже будут уже правовые последствия Поэтому, уважаемые граждане Узбекистана, если у вас непросроченный биометрический паспорт Выезжайте в любые страны, кроме страны СНГ А если вы заехали в страны СНГ, то, пожалуйста, уже езжайте дальше в Узбекистан и оформляйте там загран паспорт По месяцу постоянно прописки Спасибо Спасибо На территории Узбекистана сейчас, в данный момент, я не могу утверждать на лето, но в данный момент паспорта выдаются за три дня За пять дней я получил, вот я был, вот буквально пару месяцев назад, получил за пять дней, специально не подключал знакомства, вот специально, чтобы посмотреть, как это решается, как бы, на общих основаниях Потому что вы были в Узбекистане летом, тогда вот когда Узбекистан Паспорт Узбекистан Узбекистана Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры делал DimaTorzok 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 Весь перечень документов и образцы у нас на веб-сайте вы можете ознакомиться Веб-сайт напомните, пожалуйста. Веб-сайт называется UzbekConsulNY.org Можете повторить еще раз? УзбекConsulNY Это все след напишется Да, или просто в Google пишите консульство Узбекистана в Нью-Йорке автоматически выдано одно. Еще такой вопрос Я слышала, что у нас в стране рассматривается двойное гражданство Если я сейчас подаю на отказ гражданство, которое мы не хотим делать Можем ли мы как-то после того, как мы подали на это есть обязательно, что нужно подавать на отказ гражданство и можем ли мы потом отказаться от того, что мы не хотим отказываться Отказаться от отказа? Мы не хотим отказываться от узбекского гражданства Пожалуйста, по банке. Наверное, нужно будет ответить более детально на этот вопрос. Если возможно. Спасибо. В первую очередь, двойное гражданство повестки дня не стоит, а рассмотрение, признание двойного гражданства, потому что это очень большой комплекс вопросов, которые нужно решить в двустороннем порядке, в многостороннем порядке. Здесь вопросы военного учета, военной службы, оплаты налогов, очень много сфер. Но, насколько я знаю, вопрос не стоит от двойного гражданства. Если вы сделали свой выбор в пользу американского гражданства, никто вас не осуждает. Никаких вопросов. Можете подать документ на отказ от гражданства. Для тех, кто отказался от гражданства Узбекистана, никаких преград нет. То, чтобы посетить Узбекистан, тысячами людей ездят в Узбекистан. Мы создаем все условия для того, чтобы вы пользовались этими услугами. И это же будет вам же удобно, чтобы не платить и там, и здесь налоги. Сделайте выбор, получите американский паспорт. Если вы едете в этом году, пока у нас визовый режим, получаете визу за 20 долларов и летите в Узбекистан. А детям до 16 лет виза вообще не нужна. Они могут пребывать на территории Узбекистана в срок вашей визы или до трех месяцев. Просто подавайте документы на отказ от гражданства. Никаких вопросов. А отказаться от отказа, есть такой порядок. Если вы отказываетесь от американского гражданства и хотите сохранить в Узбекистане гражданство, тогда вы можете отказаться от вашего отказа. Это такой новый термин получился. Да, новый термин, да, спасибо вам Саёра. Да, ну я думаю, и тем более, если даже вы примете американское гражданство от Саёра, это никак не изменит вашу принадлежность к Узбекистану. Самое главное, как... Чтобы мы могли ездить. Да, 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 конечно. В этом и весь вопрос. Конечно, конечно, не бумажка поделиться. Может быть, в будущем будет вообще безвизовый порядок, вы вот как граждане Канады, Мексики, Перу, других стран, вы можете ездить в Узбекистан сколько хотите, столько будете жить там. Мы, несмотря на то, что на цвет вашего паспорта, на ваше мировоззрение, религиозная принадлежность или национальность, языковые, другие культуры, другие показатели, мы считаем вас своей соотечественницей. С соотечественницей. Можно последний такой вопрос? Сколько происходит процесс отказа? Допустим, вот я подаю, предположим, что я получу гражданство в этом году, и я подаю на отказ. Как долго это длится, по-вашему... Хороший вопрос. Это около одного года. У некоторых может длиться чуть больше. Максимум какой? Максимум я не могу сказать. Неопределенный, да? Да. Потому что люди могут работать... Минимум год? Минимум год. Около одного года. Нет, минимум было и шесть месяцев. А, было, да? Да, было. Ну, все, минимум шесть месяцев, значит, все. Спасибо большое, Сайора. Спасибо вам огромное. Слушайте нас дальше каждую пятницу с часу до трех. Спасибо. До свидания. Итак, следующий вопрос от абонента 9760. Какие нужны документы на въезд-выезд в Узбекистан ребенку, если ребенок родился в США, и въезд-выезд осуществляется без отца? Мать гражданка Узбекистана, отец гражданин Турции. Мать гражданка Узбекистана, отец гражданин Турции. Да. В первую очередь они, родители, в связи с тем, что у них различные гражданства, должны будут обоюдно согласовать, к какому гражданству они будут относить своего ребенка. Они хотят сделать, так как ребенок родился на территории США, им выдают американский паспорт, если родители решат, что... Ну, они написали вопрос, без отца, значит, однозначно здесь... Отец гражданин Турции. Турции, да, но она говорит, чтобы он ездил без отца, ребенок, чтобы ездил без отца. Да, сначала нужно будет решить с документами, если они хотят сделать его гражданин Узбекистана, Турции или США. У них вот три варианта. Ну, скорее всего, да, окей. Начнем с того, что в США. Если они сделают ребенка гражданин США, дети до 16 лет летят в Узбекистан, начиная с июля месяца 2018 года, без визы, сроком до трех месяцев. А нужно будет, конечно же, доверенность от отца, чтобы... Все-таки без доверенности никак от отца? То есть, по-любому, да, нужна доверенность от отца? Потому что вот это заложено вопросом. Да, обязательно это нужно будет. Потому что, не дай бог, там случатся какие-то вопросы, которые нужно будет решить по согласию отца, а тогда, чтобы оперативно это решить, у нее на руках должен быть доверенность, чтобы подписать документы, и чтобы отец уполновачивал ее. Я понял. Подписываться. Окей, хорошо. Если они хотят сделать ребенка гражданин Узбекистана, нужно будет получать сертификат на возвращение в Узбекистан через наше консульство. И по прибытии в Узбекистан в течение 10 дней ребенку дадут заграничный паспорт, и они могут вернуться в США с двумя паспортами. Спасибо большое. Итак, Андрей? Прервемся на небольшой блок рекламы, поскольку у нас еще тут нас засыплен. Да, 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 давайте. Алло. Здрасте. Ассалам Валикум. Алла. Я в Нью-Йорке в Нью-Йорке бл seguir. Мы уже Bend�. Я так не сомневаюсь. Будเยgive過去 плохо. Если отец за meinen personnel, америка гражданская из Shinvi, паспортами拜 там, Но из Узбекистана не 설명ла пред приложения. Пока мы говорили в Узбекистане, что если у меня не говорили, то при contrastе, а этот из Узбекистана неaires, Я слышала я уже череп息, который не беру и у lessен. Я должен стать участниками в Узбекистане под исключением, в Америке электричеством поставки из Apple, Итак, вопрос сначала переведем. Дельноза, спрашивайте, если она с детьми примет американское гражданство и при этом не откажется от узбекского гражданства и поедет в Узбекистан. Может ли она там проживать несколько месяцев? Пожалуйста. Сначала на узбекском, потом на русском. Пожалуйста. 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 сертификат алиска ульга мастер на ташкенте борган ада при мой она утих на хвою ларбу и утих тонн америка кайф 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 кире сертификат медиана а сертификат антурализации или какой сискатами я американа паспорт она а ташкент аутбекистан никита от как к метро барб аутиктане баркал я Я хочу сказать вам, что все, что в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке. Копрова, пулищат, инвестиция, Тест-тест, Узбекистан, Хорос, Карандаш, Ларды, Диага, мазмунда, Клиньян, Ишлия Булла, Хамаса, Бу, Диагана, Оля, Оля, Коида, Бузиши, Шарат, Герат, Берлил, Диага, Назгамана, Узна, Кануни, Кануни, Бар, Туху, Ионгин, Ге, Ишана, Пишина, Сиге, Шарат, Герат, Берлил, Ат Озбекистан, circulating народно. Прямо женихralицы, Шарат, из-за вас, Whoo, В этом случае, по-разному, вы можете сделать 100% успехи и уничтожить ее на кладку. В Азбекистане говорят, что сейчас 200-литровая, вы можете сдаваться. Вы не сдавались? 200-литровая, по-разному, нет других вещей. Здесь можно сдаваться. В это время, как раз уничтожить кладку, отдаваться с людьми. он на бузуна сын ашнаслана файда лансы нигде лилия дыма змунда ликин башка дула торгали чипец она была до россии оркали чипеца турция короче пицца мдген арсалэнда марим чинчо литого риамас рахмат для сон спасибо а и на русском языке пожалуйста перевод если вы получили американское гражданство вместе с ними хотите выехать узбекистан пожалуйста мы этому только рады но если у вас нет возможности подать документы на территории сша вы можете подавать документы на отказ от гражданства и на утрату гражданства на территории узбекистана по месту постоянной прописки или временной регистрации или по месту последней постоянной прописки никаких вопросов только вот сейчас как я уже сказал делается очень много чтобы привлечь больше туристов чтобы поток узбекистан был побольше чтобы инвестиции побольше ходили я лично я считаю и буду считать что самые большие месяцы это те граждане которые проживают за границей которые едет узбекистан периодически каждый год и там помогает своим родственникам какие-то покупают недвижимые недвижимые имущества и тратить свои деньги на территорию избекистана это и реальные инвестиции чем многомиллионные инвестиции которые каких-то компаний поэтому вам сейчас созданы такие удобные условия и мы надеемся на осознательность наших граждан которые сознательно не буду нарушать законодательство узбекистана связи с тем что сейчас многих местах не проверяет двойного гражданства тройное гражданство или другие документы очень прошу соблюдать наше законодательство уважать его спасибо большое у нас звонок пожалуйста алё да да здрасьте это я абонент который 9760 которые очень много вопросов да 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 как раз да 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 пожалуйста вас зовут россия сайт мурадова очень приятно да да очень приятно я хочу ассалам алейкум я сразу я хотела уточнить вы сказали в начале эфира если у вас закончился стикер то есть срок действия авира истек а зеленым паспортом я могу выехать в другую страну то есть если я не успею сделать мне надо просто летом поехать турцию так как у меня муж турок мы хотим навестить родных и через месяц приехать обратно вот и как нам быть то есть я могу если они успеют я вас понял я вас понял конечно вы можете выезжать в турцию летом с биометрическим паспортом зеленый паспорт люди понимают до биометрического паспорта то ли тоже был зеленый паспорт но не биометрического образца если у вас на руках имеется биометрический паспорт но авер в нем как вы говорите истек вы можете посещать турцию никаких вопросов не будет это оговорено да это оговорено постановлением кабинета министра республики узбекистан номер 301 от 15 года 21 октября вы можете просмотреть на сайте лекс . уз кстати это очень полезный сайт для всех там собраны все нормативно-правовые документы узбекистана и сайт функционирует под патронажем министерства юстиции лекс . уз три буквы л и икс . юзи 301 постановление кабинета министров от пятнадцатого года если у меня есть биометрический зеленый паспорт который вот этот чипом который последний да 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 я могу авер в нем истек вы можете посещать турцию и обратно приехать в америку никаких проблем не будет ни в узбекистане ни в сша до свидания спасибо вам большое рассели слушайте наши воскресенье экспресс каждую пятницу с часу до трех спасибо и итак следующий вопрос от шавкат бей как он представился ассалам алейкум меня зовут шавкат я гражданин соединенных штатов америки у меня такой вопрос консулу я отказался от гражданства узбекистана и сдал новый паспорт и сдал паспорт узбекистана в юнерском конкурсе 2017 году сейчас делаю визу в узбекистан для того чтобы летать в ташкент я слышу что можно получить постоянное место жительства узбекистане если купить там недвижимость можете пожалуйста подробнее объяснить этот порядок и еще можно ли получить такую визу на два года или или на больший срок для того чтобы посещать мой любимый ташкент спасибо на очень хороший вопрос конечно вы можете воспользоваться этими опциями на два года виза называется ватан дож это виза сад и честенник для этого ваши родственники должны будут обратиться в органы внутренних дел по месту постоянной прописки их не прописки или же республиканский авир или городской авир они делают приглашение через министерство иностранного дела консульско-правовый департамент и мы вам здесь выдаем эту визу виза стоит 300 долларов это самая дорогая виза которая у нас есть и насколько она дается на два года удался да вы можете его также продлевать на территории узбекистана или же подавать документы на вид на жительца на территории узбекистана оснанист日на насколько можно продлевать его бесконечного бесконечно спасибо конечно же до стечения срока действия его паспорта на 10 лет может он одна обновит этот паспорт на в посольстве сша авто шкенте кроме этого можно будет получить визу Инвесторскую визу Для этого вам нужно будет Инвестировать в экономику Узбекистана Сколько? Это от 100 миллионов начинается До? От 100 миллионов? Это максимальный порог 100 миллионов В зависимости какой регион вы будете инвестировать Также при получении Недвижимости вы можете получить Вид на жительство Самый дорогой регион это Ташкент Если не ошибаюсь это 500 тысяч долларов Должна быть недвижимость на настройке Самый дешевый это в Нукусе Республике Каракалпакстан Это 150 тысяч долларов Вам нужно будет купить недвижимость в Нукусе Или на территории Республики Каракалпакстан Чтобы получить вид на жительство Узбекистана Спасибо большое консул Спасибо большое Шавкату за такой вопрос У нас небольшая реклама Ассаламу алейкум Если у нас в Узбеке Узбекистане Узбекистане У них в Узбеке Итак вопрос возник такой Что если ребенок родился на территории США Родители его узбекистанцы Они хотят его повезти в Узбекистан И его метрику нужно проводить через нотарию То есть нотариально заверить нужно на узбекском языке Либо достаточно апостиля К сожалению на веб-сайте консульства Об этом ничего не сказано Пожалуйста Опустили достаточно Не обязательно переводить его Потому что там минимальная информация Только данный ребенка Когда родился Во сколько родился Фамилия и имя Отчество родителей Это можно будет понять без перевода Без перевода Отлично У нас есть время еще Хотя бы на один вопрос Да Я думаю есть Итак Абонент 7898 Салам Шуки Консултант Загрампаспорт Олешний имклана Барма Шуха Куда сурасангис Это очень широкий вопрос Если у нас есть время Я Тогда уже в следующем части Буквально Во втором часу Мы поговорим о том Как получить загрампаспорт В консульстве Когда это будет возможно Продолжаем Восточный экспресс У нас сегодня в гостях Консул Узбекистана в Нью-Йорке Кахрамон Далимов Который отвечает на все Самые важные вопросы Консулка правового характера Итак У нас был вопрос о том Когда наконец-таки начнут И в каком порядке Получать загрампаспорта Граждане Узбекистана Проживающие на территории США Заграничные паспорта Для Ну Мы как-то начали Назвали сами Загрампаспорт Официальное название не такое Паспорт гражданин Узбекистана Для выезда за границу Эти паспорта могут получить Все граждане Узбекистана Пробывающие на территории США Легально Пробывающие на территории США Предварительно им нужно будет Встать на временный Консульский учет Который мы уже сказали Вам нужно будет зайти В специальный интерактивный сайт Консульский услуг Заполнить анкету И вы попадаете в систему Вы ставите на временный Консульский учет На время пребывания На территории США И вы можете обратиться За оформлением Заграничного паспорта Сумма заграничного паспорта Предварительно я могу сказать Это 150 долларов И срок оформления Занимает около одного месяца Это в зависимости от почты Которая придет из Узбекистана Документы Печатаются в Узбекистане Для получения паспорта Общий порядок Если это гражданин Узбекистана Мужского пола От 17 до 27 лет Ему нужно будет предъявить Справку из военкомата Если он отслужил Не отслужил Отсрочка Военный билет Или другие справки Женщинам, девушкам Никаких вопросов Какая дискриминация Израиль по вам плачет Где мужчины и женщины Обязаны служить в армии Окей Вот И очень прошу Если человек хочет подойти Как мы уже сказали Все документы у нас Кроме паспортов Инотральных действий Оформляются без Без личного присутствия Можете направить по почте Для паспорта Инотральных действий Или человек хочет подойти Посетить генеральное консульство Требуется предварительная запись Через специальный веб-сайт Ссылку на веб-сайт Предварительной записи Можете найти На многих веб-сайтах В том числе нашем Генконсульство Посольство Министерство иностранных дел Но я озвучу сайт Сайт называется И-Навбат Это очередь Полузбекский Точка М Ф Эй Точка Юзи Окей Выбирайте день Время И можете подъезжать Предварительная запись Можно сделать За две недели вперед Не больше Окей Спасибо большое У нас звонок, да? Пожалуйста Звонок в студию Субтитры Я ее Учила Мой Американская Американская Шмештад Эфи Ешкъя Чуй Куни Друзья Шум Офис Граждан Изучит Изучит Узбекистан поставил паспорты в Америка и гражданство, что в Узбекистане можно сделать паспорты в Узбекистане? Конечно, мы уже ответили. Да, конечно. Конечно, мы продолжаем. Мы продолжаем. Мы решим, что в Узбекистане все необходимы. Мы решим, что в Узбекистане все изменения и граждане. Спасибо. 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 получить перевод для обязательно до период вопрос такой что ее дочь закончила магистратуру здесь в америке и пытается устроиться в различной компании а там требует гражданство вот поэтому она хочет получить американское гражданство не будут ли у нее проблемы если она откажется от узбекского гражданства и получит американское когда она будет въезжать на территорию кубикистана чтобы посетить родственников консул ответил что не будет никаких проблем она your walkman сказал окей следующий вопрос от абонента 2229 салам юзда узбекистан габар махчидом уолом аутгей кирды биометрик паспорт мудата тюгигян и дэ панды барладва узбекистан я не биометрик паспорт оладима вопрос перевожу на русский язык моему ребенку значит 6 лет его биометрический паспорт просрочен а летом собираемся в узбекистан может ли он там получить новый биометрический паспорт очень хороший вопрос если паспорт просрочен у ребенка у нас есть соглашение между узбекистаном и сша биометристики паспорта после истечения срока действия можно использовать до 6 месяцев если примером скажем если паспорт просрочивается в феврале месяце двадцатого года этот паспорт можно будет использовать в качестве призного документа чтобы вернуться в узбекистан до августа соответствующего дня августа двадцатого года наверно это понятно да спасибо если у вы просрочили еще более чем 6 месяцев вам нужно будет обратиться в день консульства через почту через email мы вам оформим документы для возвращения узбекистан для вашего ребенка спасибо абонент 32 82 добрый день большое привет к храмону от сергея хотел спросить нужна ли виза если я подал на отказ от узбекского гражданства но еще пока имею узбекские и американские паспорта спасибо и нужно ли мне перевести marriage certificate на русский язык при подаче документов еще раз спасибо если он подал документы на отказ от гражданства значит он уже представил мерзь сертификет нам лишний раз не нужны его его документ русский язык нужно нет нужно ли перевести меры чертификет на русский язык наверно надо направит и дополнительная смс чтобы уточнить этот вопрос если вы подали документы на отказ от гражданства значит у вас на руках есть справка соответствующая о том что вы подали и с этой справка и с двумя паспорта и вы можете заезжать узбекистану жить там пока на вас не выйдет соответствующий указ президента спасибо абонент 97 17 мы сейчас его вопросы читаем после звонка по залога алиэкспрессор алиэкспрессор а я я шармат уисаншин а а суратан санеки саламу алейкум мархамат а сауалом борта сутанах лария махамат а за счет оборвали отворки обор он бешил олдон а от он аллоке лифьян а Я не знал, понял ли я что-то, никто не знает, что ли вам, кто-то вернув место. Вы можете получить из интернета с дорогами, которые не возъясняются. Я не понимаю, что это за Largo Нар박, но это значит, что... Когда перенос нет, я не знаю, что нужно переносить. Я перенослю на кастрюлю, что нужно присутствовать, я периодически по-английски. хорошо, не знаю. Ужбекистан уже в Казах. Они в Казах, в 16-ти годах, 15-ти годах, и 18-ти годах. Ужбекистан уже в Америке, но это просто поиск. Это виза в 4-й категории. Категория Политический Категория 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они будут въезжать на территорию Узбекистана... И там мы, точнее, они дали ложные сведения компетентным органам США для того, чтобы получить статус беженца, то, что это не противозаконно, мы это ему объяснили. Да, нельзя обманывать госслужбы Америки, вообще никого не надо обманывать. Прервемся на рекламу. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, добрый день, всем большой привет, а также многоуважаемую Кахамону. Вы прочитали мой вопрос, но ответ мне чуть был непонятен. Сергей, да вы, если не ошибаюсь? Да, это Сергей. Да, пожалуйста, Сергей, да. Я хотел бы вот повторить, вот я еще не подал отказ от гражданского Узбекистана, но вот, во-первых, первый мой вопрос будет, при подаче, чтобы отказаться, нужно ли мой, потому что я женился здесь в Америке, нужно ли мой marriage certificate перевести на русский, или я могу вот в таком плане подать? Вы можете его просто подать? Без перевода, правильно? Без перевода, без апостеля. Отлично, большое спасибо. И второй вопросик, пожалуйста, если вот я уже подал, и у меня на данный момент, вы мне дали справку, что я вот подал на отказ, и у меня получается на руках есть, все равно пока что, пока я жду отказ, у меня на руках два паспорта и эта справка, нужно ли мне делать визу, или я могу, так как я еще имею узбекский паспорт, мне делать визу? Если у вас на руках есть действительный паспорт гражданина Узбекистана, вы летите в Узбекистан с этим паспортом и с этой справкой, у вас никаких вопросов не будет. Без визы, правильно? Без визы, без визы, пока вы являетесь гражданином Узбекистана, пока на вас не вышел соответствующий указ президента, мы считаем вас своим гражданином. Отлично, большое-большое всем спасибо, всем хорошего дня. Да, Сергей, продолжайте нас слушать, каждую пятницу с часу до трех. Спасибо, итак, следующий у нас вопрос, абонент 9717, я зачитаю сначала на узбекском языке, и потом переведу сразу же на русский, и мы заслушаем ответ. Спасибо, итак, я в Нью-Йорке, и в Америке в Узбекистане в Узбекистане в Узбекистане вышел, я взял за граждан паспорт, я взял лесток убийцы, но не вышел в Узбекистане, но я вышел в Нью-Йорке, я не вышел в Узбекистане. гражданство американское принял наш гражданин. Летом он поехал в Узбекистан и получил новый загранпаспорт и получил также листок убытия. Но не вышел из узбекского гражданства. Он просто показал, что место постоянного проживания это территория Нью-Йорка. На учет гражданин наш не встал. Как быть? Одно уточнение я сделаю. Да, уточнение. Если вы выпустились из Узбекистана на постоянное место жительства за рубеж и не встали на постоянный консульский учет, и не подали документы на отказ от гражданства в соответствии с 25-м пунктом 20-го статьи Закона о гражданстве Республики Узбекистан, если вы не встали на постоянный консульский учет после выписки из Узбекистана по МЖ за границу, вы можете попасть под категорию граждан, по отношению к которым применяется указ президента об утрате гражданства Узбекистана. Поэтому вы можете сами подать документы и не времени с этим. Никто вас не осуждает, если вы получили американские гражданства, это ваше право. Отлично, спасибо огромное. И следующий вопрос от абонента 8107. Возможно ли как-нибудь сделать паспорт, не вылетая из США? У человека есть родственник, который является очень пожилым, у него узбекский паспорт старого образца, и он очень хочет полететь в Узбекистан, но ему не позволяет состояние его здоровья. паспорт нужен, так как нужно оформить его недвижимость в Узбекистане. Если у него, этот человек пожилой, если находится на территории США, у него паспорт старого образца, не биометрического образца, значит у него паспорт бессрочный. И на территории США у любого американского нотариуса он может сделать доверенность на управление его имуществом, или дать какую-то генеральную доверенность, чтобы управляли имуществом на территории Узбекистана, нужно проставить на этот документ апостель, и этот документ будет иметь юридическую силу на территории Узбекистана, никаких вопросов. Спасибо огромное. И у нас звонок в студию, пожалуйста. Моему старшему сыну 20 лет, второму сыну 17 лет, и дочке 7 лет. Они могут без родителей с доверенностью в Узбекистан полететь и обратно вернуться. И как я на старшего сына на всех доверенность должен оформить, мы с женой? У дочки сколько лет? 7 лет. А второму сыну 17 лет. Исполнится... Я вас понял. Старший сын 100% может лететь в Узбекистан без доверенности, он уже совершенно летний. Второй ребенок тоже может лететь в Узбекистан, но ему нужно будет согласие на самостоятельные выезд в Узбекистан. Если вы направляете семи летнюю дочь в Узбекистан, нужна будет доверенность, так как если ваш старший сын летит с ним, вы можете дать доверенность ему никаких вопросов. Вы это можете сделать через наше консульство или через любой нотариус в Америке, но нужно проставить на этот документ апостиль, чтобы он имел юридическую силу на территории Узбекистана. Спасибо. Удачи. Абонент 6236 спрашивает. Фарзандамас, я кандатул, а гер хозер Узбекистанге, Барыштан, аудан, фарзандамызгэсай, ахат, учен акш паспорта на алыб джонатцам, в скобках, кавас, чеда у анасова бусы блян ёлгич хады буля дыма, у халда ватанге кайтыш сертификаты керек бульмэй дыма, бималал барб келаверс буля дыма, ильтамашу савалмучу оперсиес. Итак, вопрос. Такой недавно родился ребенок, здесь на территории Америки, и они хотят поехать в Узбекистан и спрашивают, какой документ ему для этого нужен свидетельство о возврате на родину или что? Ребенок поедет вместе с бабушкой и дедушкой. Ребенок поедет вместе с бабушкой. Ребенок поедет вместе с бабушкой. Если ребенок родился на территории США, или на другой территории, если родители являются гражданами Узбекистана, вне зависимости, каким документом был ребенок документирован и где родился, ребенок признается гражданином Узбекистана и в Узбекистан летит с узбекским документом. Если при различном гражданстве родителей, тогда вот родители по обоюдному согласию решают, какого гражданства дать ребенку. Если ребенок родился от граждан Узбекистана, получает сертификат на возвращение в Узбекистан через наш веб-сайт, через наше генконсульство, предварительно заполнив анкету на нашем веб-сайте, и летит в Узбекистан. Если вы сами не летите вместе с ребенком, и ребенок путешествует в Узбекистан с бабушкой и дедушкой, вам нужно будет дать согласие от родителей на сопровождение ребенка в Узбекистан. Спасибо большое. И еще дополнительный вопрос от Шавкат. Он говорит, что забыл спросить о том, что у меня в 2018 году осталась квартира в Ташкенте от папы Мирос. Это тот Шавкат, который принял американское гражданство. Я эту квартиру оформил на себя, конечно, на американский паспорт. Могу ли я получить временное местожительство в Узбекистане или получать визу без приглашения? Если вы приняли американское гражданство и отказались от гражданства Узбекистана, вы можете иметь, и любые иностранцы могут иметь недвижимость на территории Узбекистана, на свое имя, можете оформляться документы и выезд в Узбекистан в общем порядке. Если вы едете в Узбекистан по частным делам, более чем на 30 дней, вы оформляете визу через ваших родственников, приглашение, и до одного года вы можете получать визу через наше консульство. Если вы летите в Узбекистан сроком не более чем 30 дней, вы можете оформить визу через онлайн. За два дня выдается виза за 20 долларов. Отлично. У нас звонок. Пожалуйста. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Ассалам алейкум. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум ассалам. А у меня вопрос был. Представьтесь, пожалуйста. Узбекистан Ширин. Меня зовут Исмад. Я сам Аркангард из Узбекистана. Пожалуйста. Ваш вопрос. Я собираюсь брать гражданство американское, а там у меня есть недвижимость, дом. Ответили, никакие проблемы не будет у меня. Спасибо. Мы только что ответили на этот вопрос. Даже иностранцы имеют право иметь недвижимость на территории Узбекистана. Но пока вы сначала получите американское гражданство, потом сдадите документы на отказ от гражданства Узбекистана. Эта процедура занимает несколько лет. И пока у вас будет время переоформить эту квартиру. Или же можешь оставить эту квартиру у себя. Хорошо. Спасибо большое. Аналогичные вопросы от абонента 0101. Здравствуйте. Я живу на территории Нью-Йорка на основе ПМЖ. И могу ли я приобретать недвижимость на территории Узбекистана на мое имя? Да. Вы можете получать. Наверное, многие не следят за новостями в Узбекистане. В мае по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиоева в Узбекистане прорабатывал вопрос отмены прописки на территории Узбекистана и вообще на территории Узбекистана. Да. Наконец-то. Абонент 4671 спрашивает. Добрый день. Спросите, пожалуйста, есть ли у вас в планах увеличить авиакассы в Бруклине по приобретению авиабилетов на узбекскую авиалинию? Наверное, этот вопрос не ко мне, да? Да. Неконструктивный вопрос. Да. Ну, тем не менее, мы пожелаем. Я надеюсь, нас нужные люди слушат. Есть еще один вопрос здесь в фейсбуке нам пришел по поводу двойного гражданства. Мой знакомый получил, пишет Ахмал Базаров. Мой знакомый получил гражданство Канады, но хотел бы сохранить узбекское гражданство. Какие-либо проблемы будут на границе в Узбекистане? Если, ну, вот, соответственно, за неотказ от гражданства, по-моему, мы уже говорили на эту тему. Да, мы это уже говорили. Просим всех соблюдать законодательство Республики Узбекистан. Мы всем доверяем. И не проверяются документы или другие личные вещи в Узбекистане. Всем открыт зеленый коридор при пересечении государственной границы Узбекистана. Но не нужно этим пренебрегать. Долго употреблять, да? Да, надеемся на порядочность наших граждан и соотечественников. Если вы получили канадское гражданство, это очень удобно. Вы можете подать документы на утрату гражданства Узбекистана в Вашингтоне. А с канадским паспортом вы можете лететь в Узбекистан без виза. Виза не нужна для граждан Канады сроком до 30 дней. Каждый раз можете заезжать в Узбекистан сроком на 30 дней и оставаться в Узбекистане без какой-либо регистрации. Окей, а эти 30 дней на территорию Узбекистана можно продлевать или им надо выезжать? Нет, нужно будет выезжать. Окей. Итак, вопрос от абонента 86-85. Он только дозвонился до нас. У него трое детей. Трое, но здесь двое указал. Окей. Абонент 8107. Спасибо за ответ. Хотелось бы уточнить, есть ли все же возможность паспорт получить в США моему родственнику биометрически. Нотариусы в Республике Узбекистан требуют его, им не получается объяснить, а доверенность уже есть. Если... Да-да-да, я помню. Он может получать. Есть условие, что он должен пребывать на территории США легально. Ясно. Спасибо. Пожалуйста, у нас звонок в студию. Алло. 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 Та-дам. Так, я думаю, до нас не дозвонились. Тогда послушаем рекламу. Звоните во время рекламы. Да-да-да. Продолжаем Восточный экспресс. У нас в гостях консул Узбекистана в Нью-Йорке Кахрамон Далимов. Принимаем ваши вопросы. На номер вы можете нам отправить смс-ку. На номер 646-600-8398. Я повторяю, номер смс-ки 646-600-8398. Либо просто прямо сейчас позвоните нам в прямой эфир на номер 718. 769-04-15. Я повторяю номер прямого эфира. 718-769-04-15. Итак, у нас вопрос от Азамата Ханбабаева. Ассалам алейкум. Питасавалам Бариде. Мудату от Киткян. Авир Блан. Узбекистанге. Китеткянамде. Туркеге. Айляношке. Чехсам. Узбекистанге. Киршта. Муаму. Бульмайдама. Рахмат. Вопрос от Азамата звучит следующим образом. У меня просроченный Авир. Я собираюсь в Узбекистан, но по дороге хочу заехать в Турцию и погулять. И после этого хочу заехать на территорию Узбекистана. Не будут ли у меня проблемы? В начале эфира мы ответили уже на этот вопрос. Конечно, никаких вопросов не будет. Смело. Гуляйте. Возвращайте в Узбекистан. Отлично. Я хочу повторить нормативно-правовой документ, регламентирующий, что нет никакой ответственности за нарушение, за просрочку АВИРа за границей. Это постановление Кабинета Министров Узбекистана номер 301 от 25-го, 4-го, извините, не помню, октября 2015-го года. Спасибо. И у нас следующий звонок в студию, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сау-малеку. Валик Масарам. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Умида, у меня следующий вопрос. Ребенок 16 лет гражданин США, а может ли он полететь без визы и какой порядок того, что он полетит, может ли он не сопровождаться с чем-либо? И как вообще встать на учет, если ребенку 16 лет и у него еще нет паспорта геометического? А родители? Паспорт у него есть. А родители? Один из родителей является гражданином США, а другой родитель является гражданином Узбекистана. Вы по обладанному согласию решаете, какого гражданства дать вашему ребенку. Если вы хотите сделать его гражданином США, значит, виза ему нужна будет. Безвизовый въезд для детей – это до 16-летнего возраста. Если ему… Понимаете. Ей уже 16, ей нужно будет оформлять электронную визу через веб-сайт, который мы уже сказали, за 20 долларов, который позволяет пребывать на территории Узбекистана до 30 дней. Если вы хотите сделать ее гражданку Узбекистана, нужно поставить ее на консульский учет, мы ей дадим здесь паспорт Узбекистану. У нее есть киндерпаспорт. Ну, просрочился. Не просрочился, но мы в процессе получения американского паспорта. Она еще не получила, но летом бы хотела поехать. Киндерпаспорт выдается до 16-летнего возраста. Ну, вот ей 16 апреля будет. Поэтому у меня такой спорный вопрос, понимаете? Да. Значит, она является гражданкой Узбекистана? Пока, да. Да. Но она уже подала. Когда ей будет 18 лет, она может подать документы на утрату или на отказ от гражданства Узбекистана. И если она сейчас хочет подавать, тогда нужно будет подавать с одними из родителей на отказ от гражданства, так как она не может подавать самостоятельно на отказ от гражданства до 18-летнего возраста. Если вы тоже получаете американское гражданство, вы вместе с дочерью можете подать документы на отказ от гражданства. Но девочка пока может не подавать, правильно? Нет. Может иметь и то, и другое, правильно? Да, конечно. Спасибо большое, вы мне помогли. Хорошего дня. Спасибо. Итак, у нас от абонента 5945 на английском языке вопрос. Hello, my name is Harry, and I watched many videos about historical places of Uzbekistan, such as like Buhara and Samarkand. How can I get the tourist visit to Uzbekistan? Thank you very much in advance and much appreciated. As we informed many times. Его зовут Гарри, он смотрел очень много видео о исторических местах Узбекистана. Как он может получить туристическую визу в Узбекистан? И спасибо за ранее за ответ. We have informed many times during this radio. So you need just visit special website. Sitting at home, you don't need to visit any embassies or consulate. You need to fill out the application form. It takes about five minutes. You need to prepare a copy of your passport and your photo. You need to upload the photo. Fill out the application form. And in two working days, you will receive the confirmation to your email address that you will show on your application form. And it costs you 20 US dollars. And this visa allows you to stay in Uzbekistan up to one month. Welcome to Uzbekistan. Okay. Thank you very much. And you're welcome. The last thing is you can fill out the application form for electronic visa to Uzbekistan if you are flying to Uzbekistan next three months. Oh, yes. If you have any questions, extra questions, please text us or just call. Okay. Thank you very much indeed. And, пожалуйста, на перевод. If you are traveling to Uzbekistan, you don't need to be able to visit any consul or consulate. You can be able to fill out the application form on a special website. You need to prepare a photo, copy of passport. It takes about five minutes. The visa costs 20 dollars. And for two days, you will receive a confirmation from email. You will be able to publish it on the phone. You will be able to publish it on the border. You will be able to fill out the application form for electronic visa. If you are traveling to Uzbekistan in the next three months. Спасибо огромное. У нас звонка пока нет, да, Андрей? Okay. Следующий вопрос, также на английском языке, от абонента 4912. Do I have to give up Uzbekistan citizenship if I become citizen of USA? Вопрос, должен ли я сдать узбекский паспорт, то есть лишиться узбекского гражданства, если я стал гражданином США? According to the law of Uzbekistan on citizenship, you need to refuse Uzbek citizenship. You need to submit your all proper documents, which you can find in our official website. Just complete all application forms submitted to our consulate, or you can send it by mail. That's it. Thank you. And in Russian, please? Если вы получили американское гражданство, вам нужно будет зайти на нашу, на нашу веб-сайт, получить перечень документов, заполнить эти анкеты, и вам, вы можете направить его по почте даже. Спасибо большое. У нас звонок в студию. Алло. Алло, да, здравствуйте. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. У нас звонок. Меня зовут Акрал. Я пришел на телефон. Консулстага, учитывая. Когда... ...виза... ...виза... ...а... 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 ...звы... ...по disney... ...а... ...а... ...eetak... ...а... ...а..... ...начит... ...вопрос был такой, что он... ...кансоват, да, уже встал на консульского учет, ...вот, но я так понимаю. есть он стал на консультации получил заграничный пакет да окно окей ну это паспорт это да нет нет но паспорт нет нет А мы их ниже думали, что нам не надо. А а что она говорит имя? Мы решили что может быть выжировать после ее кида, но в этот момент мы решили что мы Consumer Capital переследим. Так мы решили что? Но все livre дешевле, вообщем, не желали ровно понимали. И как же это тебе говорит? Вот у него был вопрос, когда он может получить заграничный паспорт. У него на руках есть биометрический паспорт со стикером PMG. Я ему объяснил, что нет необходимости для него это делать. так как у него паспорт приравнен к заграничному паспорту спасибо большое спасибо салам от более парень так итак следующий вопрос от абонента 97 17 форматы кахрам андолимов току за и больно листок убытия на ольгеном я кич бульма дыма портов шишки коробку дам субат ларна и штепку субат ларна и что мазака на брак мать немножко затрудняется переводе то есть 9 я я переведу да давайте она получила листок убытия из узбекистана постоянно место жительства за рубеж до 9 месяцев назад она боится не поздно ли вставать на постоянный консульский учет нет не поздно можете вставать или если вы сами не может подойти в консульство вы можете направить документы по почте предварительно можете с нами связаться с понедельника по четверг с 10 до часу и с трех до пяти часов после обеда окей спасибо огромное я буквально хотел еще один звонок пожалуйста алло асарам аликум здравствуйте алло алло так и так следующий буквально один момент чтобы я успел уважаемых уточнить момент сейчас во всем мире обсуждается и очень остро стоит вопрос касательно коронавируса вот и поэтому что вы можете сказать потому что буквально на днях спецрейсом привезли наши граждан из китая они сейчас на карантине да вот чтобы мы могли сказать тем нашим радиослушателям которых этот вопрос очень сильно интересует я бы хотел дать некоторые рекомендации нашим гражданам которые до пробуясь на территории сша меры не специфической профилактики они стандартные при любой инфекции с воздушно-капельным путем первое избегать контактов лицом у которого есть признаки респираторных симптомов это кашель нашим насморк и другие вот температура или головные боли затем бытовые гигиенические навыки мытью рук не менее 20 секунд или другими средствами почаще мыть руки не посещать места массового скопления людей это очень трудно делается на территории нью-йорка и нью-йорка избегать контактов с дикими животными или вообще другими животными так как это этот вирус исходит из животных как говорят нам китайские эксперты пить только бутылированную воду пожалуйста из под крана не пейте от обеиха все спасибо если у вас симптомы орзе или орви не заниматься самолечением и обратиться к доктору чтобы были при приняты адекватные лечебные процедуры вот коротко хотел это сказать но в настоящее время наверное все знают что мы живем в мире новостных цунами до нас просто каждый новый день на полу нескончаем потоком информации о происходящих глобальных событиях да и средства массовой информации ответственные за безукоризненное и достоверное освещение различных событий и из вот этих новостей или информации которые не получают из первых источников который дальнейшем может от нас отразиться на поступках наших граждан хотел бы сказать средства массовой информации лучше обработать информацию до того как вы донесете до потребителя так как в отдельно взятых случаях информация освещаемая сми является несправедливой и основа некоторых случаях спасибо мы уже обговорили об этом во время рекламы да про вчерашние статьи спасибо огромное и у нас звонок в студию под сорвался звонок перезвоните еще раз дам а так абонент семьдесят пятьдесят два на английском языке спрашивает его зовут джона подписался так я хочу получить инвестиционный визу узбекистана как я могу ее получить вы можете легко инвестиционный визу узбекистан экономик это все сколько вы должны сказать это в английском, как минимум сколько я не могу сказать в целом исчезновение очевидно а также почти как häufig как можно как можно как можно так как можно 這個是 экономика в узбекистан gia роскости активизации сегодня в год я имею важную информацию для инвестиций это году 5ο-6 марта 2020 года мы имеем большой форум Мы 5 и 6 марта этого года планируем провести первый ташкентский инвестиционный форум. Всех инвесторов приглашаем на этот форум и там будет специальная речь президента Узбекистана для инвесторов и эксклюзивные предложения. Спасибо большое. У нас звонок в студию, пожалуйста. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Ссалам алейкум. Валикам ассарам. Ссалам алейкум. Ссалам алейкум. Мархамад. Ссалам алейкум. Ребенка хотят свозить в Узбекистан, но до этого приезжать в Нью-Йорк это как бы неудобство, поэтому можно ли соответствующие документы получить онлайн? Пожалуйста, сначала мы прослушаем ответ, а потом следующий вопрос. Фазар, джау пейштамзе, киньки савальберас, окей? Худжат лализы, почтаркали юборсис боляды, почтаркали каблуклы, почтаркали юборсим замокон. Вебсайтом за дэву толок малым отлэкурсаттельянка, нэка тартип той юборлэши торсида в Узбекистанге. И, членка Муамо Бомеда, келешис шарта мазбурнарсы учен. Вам не обязательно подъезжать в день консульства, чтобы оформить сертификат на возвращение в Узбекистан для новорожденного ребенка на территории США. Весь порядок документов, как отправлять через почту, имейте на нашем официальном вебсайте. Специальная директория услуги для граждан Узбекистана, получение сертификата на возвращение в Узбекистан. Узбекистан для граждан Узбекистана, получение сертифики и посещение в Узбекистан. онлайн окей я думаю я попрошу вас побыть на линию начать буквально небольшая реклама и после этого мы или как как будет удобнее андрей если вы хотите закончить задача лучше закончить давайте второй вопрос какой кинчисова бахомат птицов у нас не хочет это машина мшу панель кинетов аган он был времени паспорта черепах оттуда точки не волосы и более дамы и киума атака прямой учителя паразон дл² льги борьб к здесь было вопрос был такой ребенку значит он хочет путешествовать не только у звезда но другие страны этот документ который выдает консульств то есть видится о возвращении на родину им можно воспользоваться или нет ответ был такой что этот документ дается для того чтобы в Узбекистан А если ребенок хочет путешествовать, для этого он родился на территории США, он имеет специальный документ, так что путешествовать для него можно будет через этот уже документ. Если позволить, небольшое дополнение к нашим инвесторам, если кто-то хочет инвестировать в экономику Узбекистана, могут связаться с нами, у нас есть специальный сотрудник, который занимается торгово-экономическими вопросами, в посольстве, в генконсульстве, мы окажем всякие содействия, если кто-то хочет инвестировать в экономику Узбекистана, купить какую-то недвижимость, получить инвесторскую визу и другие вопросы. Спасибо, Рахмат, и у нас небольшая реклама. Либо скачайте наше приложение в Google Story, оно называется так, радио русской рекламы, и через него напрямую вы можете выйти к нам на контакт, либо смотреть нашу прямую трансляцию в Фейсбуке. Итак, у нас звонок в студии, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ибрагим, я живу в Нью-Йорке, у меня такой вопрос к консулу. Я, у меня как бы паспорт истек, наверное, где-то 4-5 лет назад, и у меня раньше была грин-карта, но я не смог ее обновить, и сейчас я в нелегальном статусе нахожусь. И чтобы, и я как бы планирую вернуться в Узбекистан, а что мне надо делать, какие мои действия? А у вас есть постоянная прописка на территории Узбекистана? Раньше была, а уже сейчас нет, мы как бы продали квартиру. А когда вы приехали в США? Приехал в США уже где-то лет, 15 лет назад. Вам нужно будет направить там e-mail со сканера вашего паспорта, написать свой номер телефона, короткое заявление. Мы вам поможем вернуться в Узбекистан. Как бы не будет никаких проблем, да, вернуться и как бы заново... Если вы там, если вас выписали из Узбекистана, вы восстанавливаете свой паспорт по месту последней постоянной прописки. Ну, у меня в старом паспорте, как бы там печать прописки есть, но как бы, так как мы уже продали квартиру, эта прописка уже не действительна. Да, я вас понял. Направьте нам e-mail с копией вашего паспорта и контактными данными, мы с вами свяжемся, поможем вам вернуться в Узбекистан. Это занимает около одной недели времени. И это можно сделать через консульство или обязательно нужно ехать в Узбекистан? Это можно сделать через консульство. А, то есть я могу поменять свой паспорт прямо здесь? Мы вам дадим документ для возвращения в Узбекистан. Свидетельство о возвращении на родину. А, окей, но не паспорт. Нет, не паспорт. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, паспорта оформляется гражданам Узбекистана, пребывающим на территории США легальным статусом. Да, мы там все так подчеркиваем. Итак, абонент 4912 спрашивает на английском языке. I'm sending the second question. Are there any consequences if you don't renounce Узбекистану after becoming USA citizen? То есть еще один вопрос отправляет нам этот абонент. Он спрашивает, ждут ли его какие-то последствия, если он не отказался от Узбекистану гражданства и при этом стал гражданином США. Нету каких-либо последствий для того, что если вы не отказались от гражданства Узбекистана при получении американского гражданства, но мы надеемся на то, что вы будете соблюдать законодательство Узбекистана. Спасибо. И следующий вопрос от абонента 5545. Скажите, пожалуйста, есть ли я еще прописан в Ташкенте, но уже получил американское гражданство? Я могу подать в Нью-Йорке на отказ от гражданства? Спасибо. В этом случае подаются документы на утрату гражданства в Узбекистан. Это более легкая форма. На нашем веб-сайте всего 4 документа. Это копия паспортов узбекский-американский, одно заявление и автобиография. Спасибо. Через почту можно направлять. Абонент 6236 спрашивает. В Америке родился ребенок и через сертификат о возвращении на родину он поехал в Узбекистан. Не будет ли проблем у него там, потому что не затребует ли Америка визы? Ну, я думаю, конечно, нет. Он же родился на территорию Узбекистана. Если вы даже обратитесь за визой в американское посольство в Ташкенте, они вам не дадут, потому что они будут считать вашего ребенка гражданин США. И при выезде из Узбекистана вы показываете узбекский паспорт, и вместо американской визы показывается американский паспорт. И буквально предпоследний вопрос от абонента 6405. Спасибо большое за суперполезный эфир. Вопрос, какая разница между выходом из гражданства и его утратой? Выход из гражданства Узбекистана оформляется лицам, которые состоят на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве. А утраты гражданства Узбекистана для тех, кто получил американское гражданство, но не встал на постоянный консульский учет. Или же гражданам, которые выписались из Узбекистана на постоянное место жительства за рубеж и не встали на постоянный консульский учет. Спасибо огромное. Итак, вы поменяли адрес, да? Консульство переехало в другое место, пожалуйста. Переехали в другое здание. Адрес здания 630-е здание, 3-я авеню, 5-й этаж. В новом все более комфортабельные условия для посетителей. Да, очень большое место я там был, да. Более 20 сидячих мест только в приемное консульство по сравнению с предыдущим местом. Да, вот мы переехали, но стоит отметить, что по-прежнему оказывают консульские услуги по почте. Не обязательно подходить к консульству, тратить свое время и деньги. Вы можете направить по почте, кроме натуральных действий и оформления паспорта, как я уже сказал много раз в эфире. Если вам необходимо посетить ген-консульство, то требуется предварительная запись, как мы это уже говорили. Пожалуйста, делайте предварительную запись через наш веб-сайт, назначайте свое время и день, и мы вас ждем. Запись можно делать предварительная на 2 недели вперед. Спасибо огромное. Я благодарю вас, уважаемый господин консул, что вы уделили свое время. Был очень насыщенный двухчасовой эфир, ответили на огромное количество вопросов. На те вопросы, которые поступают до сих пор, мы сделаем с вами отдельное видеоинтервью на канал YouTube Мистера Табек Телек. И хотелось бы добавить для тех, кто, например, подключился к нам чуть позже, не слышал начала передачи. Весь эфир наш будет в записи, в архиве. Смотрите, во-первых, на нашей Facebook странице «Радио русская реклама 96.3 FMHD3». Ищите эту видеозапись. Очень многие вопросы там освещены. То же самое вы можете увидеть, зайдя к нам на канал в YouTube «Радио русская реклама». И в плейлисте «Восточный экспресс» есть сегодняшний эфир. Обязательно посмотрите и делитесь им, потому что очень многие вопросы, еще раз говорю, были освещены. Так что, друзья, спасибо всем за внимание. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Мы услышимся с вами ровно через неделю на волнах Нью-Йоркского радио «Радио русская реклама». И ваши пожелания, уважаемый господин консул, нашим радиослушателям. Спасибо. Спасибо.